Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, это программа «Якутск. Сегодня». Мы выходим одновременно и по телевидению, и радио национальной вещательной компании «Саха». Режиссёры Екатерина Голикова и Мария Новгородова, ведущие Юрий Сергеев. Приветствую всех телезрителей и радиослушателей. Итак, в нашей сегодняшней передаче аутизм, не приговор. Очень важно, чтобы люди, столкнувшись с этим, с этой проблемой, знали, куда они могут прийти, обратиться и где окажут помощь и ребёнку, и родителю. Подробнее об этом сразу после нашего анонса. И в заключительной части программы вашему вниманию. Физическая культура и спорт. Ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Какова ситуация в этой сфере на территории городского округа, город Якутск. Беседа с представителем окружной администрации столицы республики. Итак, в наш бешеный и непредсказуемый век довести до общества, что есть такая проблема, как дети-аутисты. Ну, порой бывает не так просто, конечно. Что это, как это, каково это. Ну, если ничего не делать, то понятно, что будет дальше. Мало кто имеет реальные представления об этой ситуации. А особенных детей немало, к сожалению. Успокаивает одно, ну, добавлю, даёт надежду, что ли, перспективу, что в нашем городе вот есть такие люди, есть такой коллектив, который на практике оказывает помощь вот таким детям уже не один год. Ну, естественно, и родителям прежде всего. Вот поэтому сегодня у нас в студии гости. Представлю их. Это прежде всего директор автономной некоммерческой организации Абилитационный центр «Особый ребёнок». Мама ребёнка с аутизмом Инна Валерьевна Скрябина. Здравствуйте. Здравствуйте. И руководитель студии «Вырастайка», дефектолог, мама ребёнка с аутизмом Людмила Георгиевна Закирова. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, ну вот ваши вопросы мы ждём по телефонам 320066 и 321166. Я думаю, что у вас есть, кто столкнулся с этой проблемой, вопросы. Услышать что-то вы хотите проконсультироваться, можно даже, наверное, позвонив вот по этим номерам телефонов. Ну, Инна Валерьевна, вот к вам такой вопрос, да. Ну, вам тоже всё-таки пришлось столкнуться с этой проблемой, да. Вот, если несколько слов об этом, будьте добры. Да, я мама сына мальчика с аутизмом, сыну нашему 23 года. В то время у нас в Якутии не было вот такой информации, что есть такие диагнозы, и нам было очень сложно, и нам пришлось обратиться в центры медицинские, даже ездить в Москву. И с тех пор у нас вот возникла идея как-то вот реабилитировать нашего ребёнка. А оказалось, таких родителей много. И мы как-то вот в одно время собрались у нашего психиатра Ирины Михайловны Казаковой и обсудили вот эту проблему. Как вот быть нашими детьми, как воспитывать. И вот вы решили создать вот такой вот центр, да? Да, мы сначала организовали в 2007 году родительскую организацию и дальше начали писать во все инстанции, чтобы нас услышали. С материально-технической базой мы открыли облитационный центр в 2013 году. И с тех пор мы занимаемся коррекционной работой для детей с аутизмом. То есть основная цель, основная задача тогда вот коррекционная работа? Да, это содействие психологической и социальной помощи детям с аутизмом и родителям. Помощь родителям, воспитывающих вот именно особенных детей. Ну вот, наверное, всё-таки это особых детей надо как-то занять, наверное. Тут специфический подход должен быть, наверное. Обязательно, обязательно. Дети должны обилитироваться и реабилитироваться в течение года, а не по квоте один раз в год. Да, поэтому созрела вот такая необходимость заниматься с детьми круглый год. Хорошо. Ну, кстати, надо сказать, что Инна Валерьевна является лауреатом премии «Якутянин года» 2019 года. Да, спасибо, что общественность оценила благотворительную работу. Ну, за столь нужную и активную работу, конечно, надо оценить вашу работу, вашего коллектива в том числе. А вот сколько сейчас детей посещает ваш центр? Сейчас примерно 52, где-то 56, варьируется, конечно. Ну, и у нас пандемия помешала немножко, мы сейчас восстанавливаемся. Да, сейчас начинаем работу не только с индивидуальными детьми занятиями, но и в групповой форме. Вот количество таких детей, вот особых детей, как мы это называем, да, оно увеличивается, наверное, да? Да, к сожалению, в последнее время увеличивается. Не сравнить, да, вот когда вот 23 года назад было, и сейчас вот прямо и медицина сейчас очень сильная. А в чем причины, вот на ваш взгляд? А вот во всем мире изучают вот эти причины, и до сих пор не могут решить, да, найти причину. Хорошо. Так, Людмила Георгиевна, вот к вам вопрос, да? Вот в Якутске, в детских садах, ведь отсутствует специализированная группа для детей вот с аутизмом, да? Вот и вы решили тоже обратиться в центр, значит, с вашим ребенком, да, с надеждой, за помощью. Вам слово, пожалуйста. Да, конечно. Когда моему ребенку исполнилось 4 года, мы получили заветную путевку в детский сад, но столкнулись с проблемой, что ребенок не может посещать. Как правило, группы полные по 30, по с лишним человек, и самому ребенку даже там некомфортно находиться, и воспитатель не может найти подход к ребенку. То есть это большая проблема. Конечно же, наши дети нуждаются в социализации, в общении, и поэтому мы этот вопрос сразу же взяли на контроль, потому что мы, конечно же, хотим для своих детей лучшего детства. Конечно. Вот переступив порог центра, вы оказались среди тех, кто вот так же, да, ради своего ребенка готов на любые жертвы. Можно понять родителей, вот и его будущего, да, тоже их очень волнует, как говорится. Вот, ну, родители любят своих детей, только все сильнее, конечно, из-за этого, да, и делают для них все возможное, что в их силах. И вот справиться каждый или сможет, вот надо как-то, наверное, все-таки поменяться родителям, да, вот немножко, наверное, научиться чувствовать, ну, что-то чувствовать, что-то осознавать, наверное, нужно, да, что-то себе нужно где-то, какой-то барьер. Да. Дело в том, что когда родитель узнает о диагнозе, что его ребенок не такой, как все, особенный, да, конечно, на все находятся в стадии отрицания, ищут виноватых, что делать, и это, конечно, большая проблема. И, конечно же, мы ищем пути, где с ребенком могут провести занятия, потому что дети, как правило, плачут, стерят, агрессивные, вот. Вот, и я когда пришла, я случайно очень не знала, что мне делать, и увидела в газете заметку, что открывается центр «Особый ребенок», что мама ребенка с аутизмом открывает этот центр, конечно же, мы туда побежали, вот, и к нам, к моему ребенку там нашли подход, и мы подружились со многими мамами, мы друг друга всегда поддерживали, то есть морально было легче, да, и мы просто из этой ситуации сами по себе вышли, потому что мы друг друга всегда поддерживаем. Ну, самое главное, конечно, его тут поддержка, да, общение, понимание всей ситуации. Вот, ну, Людмила Георгиевна, вы прошли обучение ведь, да, вот на дефектолога, ну, практически влились в этот небольшой дружный коллектив, вот, и что самое важное, вот возглавили студию в Растайке, вот об этом, пожалуйста, несколько слов нашим телезрителям и радиослушателям. Да, конечно, как я уже сказала, что наши мамы находятся в стрессе, многие от многих уходят мужья, многие не могут выйти на работу, и они находятся 24 на 7 со своим ребенком, со своей бедой, и, конечно же, мы хотели как-то помочь, чтобы мама могла найти время, сходить в магазин, в банк, там, в парикмахерскую, ну, то есть найти время для себя даже подружками в кафе посидеть, да. Спокойствие мамы – это здоровье и спокойствие ребенка, вот. И мы, конечно же, вот решили организовать такую группу кратковременного пребывания. Во-первых, наши дети там учатся социализироваться, учатся общаться, они учатся находиться друг с другом за столом, потом мы их готовим, подготавливаем к школе, чтобы они сидеть могли за партой. Ну, и у нас уже большие успехи, да, потому что дети уже начали друг с другом коммуницировать и играть. Вот это самое главное. А, уважаемые телезрители и радиослушатели, ну, если есть вопросы, то, пожалуйста, звоните, не стесняйтесь. 32-00-66, 32-11-66. И участники телерадиопередачи ответят на них очень подробно. Инна Валерьевна, ну, вот ограничения, да, в связи с пандемией коронавирусной инфекцией в прошлом году, вы сказали, что у вас был такой кризис какой-то, да, вообще. Да, во всем мире был карантин, поэтому нам пришлось закрыться. Оказались в таком положении тоже, да? В прошлом положении нам было очень трудно, но мы нашли для себя силы. С нашими детьми нельзя заниматься в онлайн-режиме, надо с ними только в контактном виде. Поэтому мы сейчас восстанавливаемся, стараемся, чтобы наши дети занимались в очной форме, и не только в индивидуальном порядке, но и в групповой форме. Мы закупили все санитарные оборудования, оснастили центр. Ну, обязательно, конечно. Да, обязательно мы соблюдаем условия распотребления. Ну, сейчас уже все-таки немножко так вот, да, в очной уже, наверное, да? Уже работаете, восстанавливаетесь. И вот тоже, Людмила Георгиевна, и вы тоже, наверное, да, вот ваша студия, вырастайка, тоже уже как бы оживилась последние, скажем, наверное, вот эти месяцы. Да, конечно же, у нас же групповые занятия. У нас, во-первых, в группе, я хочу сказать еще, у нас по четыре ребенка. Группы малокомплектные, так как дети сложные, и два педагога с ними работают. Вот, и, конечно же, очень ждали все завершения карантина, особенно родители и дети, потому что дети с радостью прибежали к нам и друг с другом начали общаться. Поэтому мы очень, конечно, этому рады, и мы их очень любим и ждем. Ну что ж, хорошо. Ну, я думаю, что телезрители, радиослушатели тоже интересуют, наверное, где вы находитесь, да? Вот это все-таки я хочу, Инвалид, чтобы адрес все-таки назвали, самые основные, да? Да, у нас индивидуальные занятия проходят по Октябрьской 26, дробь 1, квартира 40, мы арендуем квартиру. И групповые занятия у нас проходят по Тургенево 10. Мы с помощью гранта «Народный бюджет» снимаем общественное пространство. Там есть помещение у нас, есть табличка. Вот, кстати говоря, вот этот грант «Народный бюджет» вот тоже вам, да? Очень хорошую, весомую помощь оказал? Да. Очень коротко. Мы работаем с 2017 года, и вот мы каждый год подаем на грант, и нам постоянно спасибо большое нашей общественности, потому что нам помогают, и мы просторное помещение арендуем благодаря этому гранту, и дети могут посещать наши занятия. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы сейчас уходим на небольшую рекламную паузу, потом вновь вернемся в нашу студию и продолжим передачу с участием представителей Центра «Особые дети». Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это «Якутск.Сегодня». Сегодня у нас в студии абилитационный центр «Особые дети» города Якутска, вот, и в студии директор этого центра Инна Валерьевна Скрябина, и руководитель, вот новый у нас сейчас участник, руководитель проекта «Мир в красках» для старших ребят, педагог, вот, Татьяна Васильевна Татаринова. Здравствуйте с вами. Здравствуйте. Хорошо. Ну, уважаемые слушатели, я думаю, что вопросы, если у вас опять возникнут какие-то, да, ну, попробуйте дозвониться до нас, не стесняйтесь. Ага. Телефоны, напомню, 32-00-66 и 32-11-66. У нас телефонный звонок, давайте послушаемте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ученые Якутии, 30 лет занимаясь научными исследованиями в области развития инклюзивного образования. Ваши дети обязаны ходить, согласно федерального закона в образовании, в детские сады, в общие группы днев, специальные коррекционные. Они должны, как вы сказали, социализироваться. Они должны учиться в обычных классах, в обычной школе. Поэтому прошу обращаться ко мне. Мои координаты на сайте университета вы найдете. Значит, вы сказали, что вот город помогает. Это здорово. Городу благодарность. Айсен Сергеевич нас в 16-17 году поддерживал мою ассоциацию студентов, аспирантов, специалистов с особым образованием подвели. Но я вам рекомендовал бы все-таки писать на грант Путина, потому что в прошлом году ни одного гранта по инклюзивному образованию в Якутии не подала. Наш грант отклонили. 30 лет нам ни разу не дают грант в Якутии. Хотя Саргудаев сказал по телефону прямого эфира, что лучшие проекты были, мы дали лучшему. Вот на всю информацию ложную. Спасибо вам за звонок. Что можете прокомментировать, может, Инна Валерьевна? Да. Наш центр имеет юридический статус автономной некоммерческой организации, обилитационный центр «Особий ребенок». У нас нет постоянного финансирования. Мы на самофинансировании находимся. Хорошо. И поэтому нам приходится писать гранты. Да, мы участвуем в грантах. Вот теперь расскажите о участии в грантах главы республики в Саха-Якутии. Ну, все-таки было предложение поучаствовать и на грантах президента страны. Да. У нас был опыт участия в президентском гранте, но нас не одобрили пока. Но мы не унываем, мы не отчаиваемся, мы дальше будем писать. Но мы участвуем в местных грантах. Министерство труда и социального развития, Министерство молодежи. И в 2020 году мы выиграли грант главы республики Саха-Якутия Осина Сергеевича Николаева по проекту «Мир в красках». И мы очень рады развивать детей именно в области изобразительного искусства. Хорошо, у нас телефонный звонок, давайте послушаемте, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. 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 И мы учим в компьютере лечения. И после учебы специалистами стали лечения. Хорошо. И специалистов из Нью-Ренгрии почему в ЕКУС не приводят? Давайте я отвечу на этот вопрос. Если ребенок учится в коррекционной школе, то для него пишется адаптивная программа. Именно по развитию ребенка. Есть целая комиссия педагогическая, и ребенок проходит эту комиссию, и по этой адаптивной программе проводится обучение. Может быть, в этой программе нет обучения на компьютере. Может быть, это другие виды программы. И то, что специалисты из Нью-Ренгрии не приезжают в город Якутск. У нас в городе Якутске есть большой реабилитационный центр. И помощь оказывается именно для горожан именно в этом центре. Хорошо. 32-00-66, 32-11-66. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы ждем ваши вопросы. Хочу вопрос задать Татьяне Васильевне. Скажите, пожалуйста, нашим телезрителям и радиослушателям о проекте «Мир в красках». По гранту главы Якутии. Чуть-чуть немножечко раскройте, проинформируйте. Основной целью, как уже ранее было сказано, что основной целью этого проекта – это социальная адаптация, безболезненная, постепенная интеграция детей. И данный проект позволил нам получить колоссальный опыт, неоценимый опыт, который мы приобрели именно в поездках. И результат работы проекта – это не только картины, рисунки, которые мы получили, а именно сам процесс. Потому что, учитывая психофизические особенности наших детей с ментальными нарушениями, у них все незнакомое, внешние раздражители очень остро влияют на них. И впоследствии эта поездка для них помогла не так остро реагировать и как-то очень легко адаптироваться. И вообще наш проект, он на самом деле не был бы таким результативным, если бы мы не вели работу заранее. То есть первые шаги в нашей работе, она началась с 2014 года. И получается более шести лет дети еженедельно занимаются в студии. И тут самый главный фактор – это последовательность, непрерывность и системность. Поэтому и сама поездка не была такой прям стрессовым для детей, а наоборот она позволила вне студии более четко наблюдать за природой, за окружающим ее миром. И на занятиях мы, например, в основном делаем акцент на знакомые им предметы, людей, персонажей, пишем пейзажи. И это помогает им установить контакт с его окружающим миром. Поэтому очень легко было объяснить детям, многие из них неговорящие. То есть мы их как бы интуитивно помогаем по взгляду, по поведению. И сто процентов можно с уверенностью сказать, что им это было очень приятно. И им действительно помогло. Помогло именно как-то не бояться больших скоплений людей, не бояться каких-то изменений резких. Наши дети с аутизмом, это в первую очередь, у них все должно быть четко. Основа это безопасность. Безопасность эмоциональная, безопасность, естественно, физическая. И сами понимаете, и для взрослого человека поездка, тем более в международных аэропортах, это очень стрессово. Но дети показали себя очень хорошо. И когда мы каждое утро выходили писать с натуры, им это реально помогло. Им нравилось. Они сразу брали свои холсты, краски. И с таким энтузиазмом, с таким желанием работали. Да, проект по идее Татьяны Васильевны у нас начался с 2019 года. И сейчас вот продолжаем. Да, и у нас еще, то есть проект продолжается. У нас уже вторая часть. То есть мы планируем в мае, в конце мая поездку на Байкал. И будем писать великолепные пейзажи с берега великого озера Байкал. И, кстати, мы планируем здесь уже, как потеплеет, выезды на природу. Будем писать картины, рисунки, пейзажи наши местные. И покажем там, будем выставляться. Организуем выставку и покажем красоту нашего края в Иркутске. Ой, прекрасно. Прекрасно. Ну и так вот, Инна Валерьевна, кто вам помогает? Да и вообще вот я читал информацию, что вам нужны волонтеры, поддержка волонтеров. Ну буквально вот так. Да, кроме грантовой поддержки мы всегда стараемся искать, привлечь партнеров, спонсоров и волонтеров. Нам волонтеры очень помогают в том плане, что при занятиях, при каких-то мероприятиях общественных, при проведении летнего досуга мы проводили с 2017 года лагерь для детей и семей, воспитывающихся аутизмом. И в этом году мы тоже планируем продолжить и надеемся, что найдутся добрые люди, которые нас поддержат и дадут возможность провести наши планы в реальность. Вот некоторые крупные предприятия же вам помогают, да, скажем, частно? У нас нет такого постоянного спонсора, но мы бы хотели, чтобы нам помогли на постоянной основе. Ну хорошо, думаю, что мы обратимся все-таки к таким благотворителям нашего города, которые помогли бы, оказали помощь вашему центру, да, особые дети. Ну и в конце, наверное, Инна Валерьевна, и ваши пожелания якутянам, да, родителям, кто тоже столкнулся с этой проблемой, ваши координаты еще раз, если можно, телефонные какие-то контакты. Да, нас можно найти, набрав на два ГИС особый ребенок, и там высветится два адреса, Октябрьская 26, дробь 1, телефон 320508 в рабочее время, и Тургенева 10, там телефон тоже указан в WhatsApp. Это группа краковременного пребывания для детей дошкольного возраста. Татьяна Васильевна, ну вам очень коротко, буквально несколько секунд, да, что бы вы сказали о самом основном? Ну, я хочу сказать, что если у вас дети тоже особенные, мне кажется, это самое лучшее изобразительное искусство, да, это самый такой мягкий, самый продуктивный инструмент для знакомства ребенка, да, с окружающим, с внешним миром. Поэтому используйте этот инструмент максимально у себя дома, в школе. Ну, конечно, все-таки подход должен быть очень специфичный. Да, и каждый ребенок учитывает психофизические особенности детей. И если заметите какие-то отклонения в развитии, то сразу нужно же не терять время и бежать к специалистам. И по коррекционной работе можно вытащить ребенка из этого состояния. Чем раньше обратятся, тем лучше. Хорошо. Ну, я думаю, что вот, уважаемые телезрители и радиослушатели, вот, которые действительно тоже имеют ребенка, да, с аутизмом, и я думаю, вот, к вам они должны обратиться уже после, конечно, специалистов медицинских, да. И все-таки вот сегодня вот в этом году у нас год здоровья, который объявил Анатин Сергеевич Николаев. Здесь тоже есть возможность, чтобы вы на помощь. Да, мы с годом здоровья планируем еще больше мероприятий и планов в работе. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, спасибо за внимание в нашему первому, второму блоку программы «Едикут» сегодня. Сейчас мы уходим на рекламную паузу, а потом вновь выйдем в прямой эфир. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы продолжаем нашу телерадиопередачу «Якутск» сегодня. А в заключительной части программы эпид-обстановка в Якутске не ухудшается, как вы знаете, по коронавирусу. По последним данным оперштаба это хорошо, но все равно расслабляться еще рановато, наверное, уважаемые якутяне. Вот, ну, значит, возможность заниматься физкультурой, спортом, ну, горожан уже будет, естественно. Ну, ну, конечно, со всеми мерами профилактики, вот, и загрузкой спортивных залов. Ну, все наши спортивные объекты, насколько я знаю, поэтапно открывались в течение прошлого года практически и уже вот сейчас тоже. Вот, ну, тем не менее, все-таки нужно предохраняться, вот, профилактику, безопасность соблюдать. Вот, ну, проведение соревнований тоже ограничение. Ну, короче, в целом, о той ситуации, которая складывается у нас, всего, конечно, мы хотим поговорить вот с нашим участником передачи, с начальником управления по физкультуре и спорту окружной администрации города Якутска Константином Семеновичем Бурсовым. Здравствуйте, Константин Семенович. Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. Ага. Вот, телефоны прямого эфира, ну, еще раз напомню нашим телезрителям и радиослушателям 32 00 66, 32 11 66. Ну, первый вопрос, конечно, вот, 20-й год, да, пандемийный год, 2020-й, уже позади. Что бы вы сказали, подведя какие-то итоги, может быть? Ну, вступая, 20-й год, никто не предполагал, что этот год будет очень-то где-нибудь тяжелым и трудным, но для спортсменов это тоже сказалось на результаты и на массовость. Ну, мы чемпионатом города Якутска по масс-реслингу Камиш-Масс и в феврале прошлого года, ну, скажем, что прекратили проведение наших чемпионатов. И потом в декабре месяце, благодаря нашему Ильдархану и разрешению распотребнадзора, провели ожидаемые самые массовые мероприятия, которые ждут люди, любители спорта. Это Игры Дегена 5 по 7 декабря провели. И на этом мы 20-й год, ну, будем сказать, завершили. Ну, и потом поэтапно уже стало, да, снять ограничения на некоторых массовых объектах спортивных. Это любители спорта и любители здорового образа жизни все ожидали этого, все, ну, кто кому не описали о разной инстанции. Ну, в связи с улучшением обстановки и Оперштаб республики дали разрешение поэтапно, открывали спортивные объекты. Это спортивные объекты Министерства спорта и в том числе и города Якутска. Сейчас в городе Якутске только вот наши объекты детской спортивной школы, и они начали потихоньку... Только-только начали, да? Нет, ну, мы в феврале, в начале февраля начали работать. Сейчас уже мы входим, так называемый третий этап. Более-менее 60-70% детей занимающихся охватом сейчас всех семей. Ну, хорошо. Но все равно любители физкультуры, да, они все равно занимаются тем же... Вот мы можем видеть вот и в парке, в нашем парке, да, на площадях, вот все-таки скандинавская ходьба, она популярна среди нас, среди якутян. Несмотря на какие там пандемийные ограничения. Ну, человек, который привык к активному образу жизни, движению, ну, их же никакими запретами не заставили сидеть дома. Они, ну, основном наши ветераны, вот, выходили, прогулки делали, скандинавской ходьбой, теплое время, все бегом по утрам, ветераны все... Ну, народу больше стало на улицах, которые занимаются бегом. Да. Ну, это хорошо, прекрасно все-таки, да? А вот лыжня России у нас, как вот в этом году? В 20-м году лыжни России не было, в этом году у нас по плану Республиканской стоит 27 марта. В марте, да, будет? И после 27-го, субботы, это воскресенье, мы проведем открытый чемпионат города по пыльным гонкам. Ну, все, конечно, если все пойдет нормально. Ну, понятно, да. Будем надеяться на улучшение ситуации, все-таки, в какой-то степени. И все-таки вот лыжня России, она зовет, скажем так, это навсегда проходит очень массово на территории нашего города, пригородной зоне. Сейчас уже на Зеленом Лугу уже прокат работает. Уже работает, да? Ну, это уже хорошо. Тем более на Зеленом Лугу сейчас уже и появляется отдельный, скажем так, да, любитель лыжного спорта. Молодцы. А вот такая информация была, что члены сборной команды города Якутска прошли тестирование ГТО. То есть идет подготовка, я так понял, команды 22-й Спартакеаде, вот, по национальным видам спорта, Игоря Мончары, да, который состоится, ну, нынче летом, надеемся, в горном районе. Ну, в прошлом году, в июле месяце, нам, ну, руководство города выделило штат, открыли центр тестирования ГТО, и по одному, в связи с этими событиями мы сильно ничего не проводили. Как раз прошли всю вот эту регистрацию Минспорта России, сейчас получили все добро, и мы первое мероприятие, которое провели, провел центр тестирования ГТО, это было сдача нормативов ГТО, членами сборной команды. Ну, 42 человека приняли участие, ну, еще будет вот так. Ну, понятно, да. Ну, и все-таки, вот, Игорь Мончары, ведь тоже такое вот знаковое событие для города, для сборной команды. Игорь Мончары, конечно, для всей республики, для любителей национального вида спорта, это знаковое событие, но в связи с, опять же, с пандемией у нас количество участников будет ограничено. Например, в городе Якуст только 60 спортсменов. Ну, вот пока так. Да, пока так. В плане, да? В плане. Ага. А вот как вот скажете, вот, Константин Сминович, по ситуации с адаптивным видом спорта в городе Якутске, вот как оно сейчас складывается? Ну, адаптивный вид спорта у нас раньше такого специалиста по адаптивной физической культуре не было. Это сейчас тоже благодаря руководству города в июле месяце, там же, когда открывали центры тестирования, было выделено стать инструктором по адаптивной физической культуре. И несмотря на ситуацию, мы провели соревнования, отлайн соревнования по настольным национальным играм. И сейчас уже есть программа, которая будет реализовываться в течение 21-го года. И работу начали намного, скажем, активнее, чем раньше было их, да. А вот как вот в пригородных наших поселениях, как складывается? Люди вот эти вот занимаются, наши селяне там, тоже с культурой и спортом, конечно, в том числе. Ну, в пригородах, конечно, в физкультуре, спортом занимаются. Ну, и, к сожалению, вот эти опять, когда мы проводили среди округов и пригородов комплексную спортикеду, опять в пандемии, это дело прекратили. И в этом году тоже пока еще неизвестно стоит. Но, несмотря на это, тоже пригороды активно принимают участие в спортивной жизни города. И есть селена сборной команды города, есть пригороды. Поэтому жизнь в спортивных пригородах кипит, можно сказать. Но, к сожалению, не хватает вот этих спортивных залов. Вот, кстати говоря, по национальному проекту, да, вот проект «Спорт. Норма жизни», национальный проект «Демография», вот что-то, какой вклад в это тоже? И что она окажет, какую поддержку городу? Ну, по национальному проекту «Спорт. Норма жизни» в Министерстве спорта ведется очень большая работа. И будут запланированы стройки, которые у нас. Мы ожидаем, самое главное, это для города будет каток и бассейн. Вот, аэропорту дальше, там, где Белое озеро, сейчас уже отцыпка идет. Поэтому надеемся, что в 22-м году эта дверь распахнет для верожан. И там будут заниматься наши дети и взрослые все. И по плану еще будет воинская доска строится, спортзал. Каток же такой, ну, на планах. То есть в планах есть, да? В планах есть. Ну, надеемся на ее реализацию этих планов. Ну, вот тут в центре, вот на проспекте Площади Победы, да, вот открыли как раз, ну, скажем, городской каток. Да, на площади Ленина. Но очень популярный, это, который, ну, второй год, по-моему, там работает здесь этот каток. И горожан уже очень популярный стал. Да, да, да. И соревнования там проводятся, видимо. Ну, там сейчас уже можно возновлять, наверное, как в советские времена была детская хоккей, золотая шайба. Потихоньку там будет возвращаться. Константин Иванович, вот если говорить о мировом спорте, да, вот все-таки Олимпийские игры-то в Токио должны пройти? Должны были пройти, но перенеси на 2021 год. Вот ты как считаешь, как специалист, как в прошлом тоже спортсмен, что будет, вот как вот ситуация? Ну, ситуация сейчас, международная Олимпийская команда, я планирую, что уходят такие информации, что будет без зрителей. Вот-вот-вот. Без зрителей, если пройдет, по-моему, проблемы будут со спонсорами. А, думаете, да? Ну, я думаю, так-то, а так-то, должны пройти. Ну, и крупные все российские соревнования, думаю, они пройдут, наверное, все-таки в этом году. Ну, чемпионаты России все по плану проводятся, и в том числе наши чемпионаты республики проводятся. Ну, считаю, это так и должно быть. Ну, что ж, вот, Константин, ваши пожелания телезрителям, радиослушателям, кто занимается все-таки физической культурой, оздоравливает себя, несмотря ни на что? Уважаемые любители здорового образа жизни, физкультурники и спортсмены, я бы пожелал не сдаваться, всегда держать себя в форме, кто активный, кто здоровый образ жизни, того никакие болезни, ну, скажем, не опасны. Ну, и все-таки посещать, наверное, вот наши, да, спортивные объекты? Да. Сейчас весна наступает, поэтому уже на улице можно будет. Хорошо. Ну, что ж, спасибо. На этом наша программа Якутск сегодня подошла к концу. До встречи, до свидания, все доброго. Субтитры подогнал «Симон»